Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на урок 5 нашего уровня для продолжающих. На предыдущих уроках мы занимались личными формами английского глагола, то есть формами, изменяющимися по лицам, числам, временам и видам. На этом уроке я хотел бы подробнее обсудить употребление трех глагольных форм, которые остаются неизменными. Инфинитива, другие названия, безличная, словарная, первая форма глагола. Past participle, другое название, страдательное причастие, третья форма глагола. И герундия, другое название, инк-форма, отглагольное существительное, действительное причастие, четвертая форма глагола. Вторая форма глагола – это личная форма past simple. Мы ее уже много раз и подробно обсуждали, поэтому на этом уроке речь о ней не пойдет. Тем не менее, вы уже встречались со всеми другими формами на предыдущих уроках, когда знакомились с построением простых и составных видовременных форм. На этом уроке мы повторим и расширим наше знание. Поехали! Let's go! Например, вы уже знаете, что для построения отрицательных предложений в форме simple используются вспомогательные глаголы do, does, did, will, плюс частица not и инфинитив смыслового глагола. Например, I do not speak Chinese. Я не говорю по-китайски. He does not speak Spanish. Он не говорит по-испански. Вопрос. Do we speak French? Говорим ли мы по-французски? Does she speak Danish? Говорит ли она по-датски? Did I speak German? Говорил ли я по-немецки? Отрицание. She did not speak Polish. Она не говорила по-польски. They will not speak Portuguese. Они не будут говорить по-португальски. Для построения вопросительных форм вспомогательных глаголов встает перед подлежащим, а инфинитив смыслового глагола остается после подлежащим. Аналогично строятся утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с модальными глаголами. Must, can и may. Например, I cannot speak Chinese. Или сокращенно I can't speak Chinese. Я не могу говорить по-китайски. He must not speak Spanish. Он не должен говорить по-испански. Ему нельзя это делать. Или сокращенно He mustn't speak Spanish. She could not speak Polish. Она не могла говорить по-польски. Или сокращенно She couldn't speak Polish. They may not speak Portuguese. Они не должны, им нельзя говорить по-португальски. Вопросительные формы. Can we speak French? Можем ли мы говорить по-французски? Must they speak Danish? Должны ли они говорить по-датски? Could I speak German? Мог ли я говорить по-немецки? May I speak Russian? Можно ли мне говорить по-русски? Для построения же утвердительных и отрицательных вопросительных предложений в форме continuous Используются вспомогательные глаголы Am, is, are, was, were, will be Плюс действительное причастие или инг-форма основного глагола. Например I am speaking English Я говорю по-английски He is not speaking French Он не говорит по-французски Are you speaking Hindi? Говоришь ли ты на Hindi? What language is she speaking? На каком языке она говорит? We were speaking Spanish Мы говорили на испанском They were not speaking Dutch Они не говорили на голландском You will be speaking Russian Вы будете говорить на русском Will you be speaking for C? Будешь ли ты говорить на фарси? Для построения же утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений в форме perfect Используются вспомогательные глаголы have, has, had, will have Плюс страдательное причастие или past participle смыслового глагола. Например I have spoken English Я поговорил на английском уже к моменту речи He has not spoken French Он не поговорил по-французски Have you spoken Hindi? Поговорил ли ты на Hindi? What language has she spoken? На каком языке она поговорила? We had spoken Spanish Мы поговорили на испанском К определенному моменту в прошлом They had not spoken Dutch Они не поговорили на голландском You will have spoken Russian Вы поговорите на русском Какому-то моменту в будущем Will you have spoken for C? Поговоришь ли ты на фарси? Это первый, важный, но не единственный случай Употребления этих форм после вспомогательных глаголов Второй случай Это употребление указанных выше форм после смысловых глаголов Например, инфинитив с частицей to употребляется после таких глаголов как Agree Соглашаться Ask Просить Спрашивать Decide Решать Принимать решение Forget Забывать Help Помогать Hope Надеяться Offer Предлагать Prefer Предпочитать Sim Казаться Tell Сказать Приказать Try Пытаться Want Хотеть Would like Хотелось бы Это не полный список Читая, говоря и слушая, вы расширите его Моя задача снабдить вас наиболее употребительными глаголами из этой категории Рассмотрим несколько примеров употребления инфинитива с частицей to после приведенных выше смысловых глаголов Например, I want to speak Italian Я хочу говорить по-итальянски I would like to learn Chinese Мне бы хотелось выучить китайский или сокращенно I'd like to learn Chinese He hopes to speak French Он надеется говорить по-французски They don't forget to speak their native language at the lesson of a foreign language Они не забывают говорить на своем родном языке на уроке иностранного языка Эти примеры использования инфинитива с частицей to после определенных глаголов А вот инфинитива используется после других глаголов Например, like – нравится Love – любить Enjoy – получать удовольствие Hate – ненавидеть Mind – возражать Begin – начинать Continue – продолжать Stop – заканчивать Рассмотрим несколько примеров I like speaking Italian Мне нравится говорить по-итальянски He doesn't mind speaking Russian Он не возражает говорить по-русски Do you mind speaking French? Вы не против поговорить по-французски? She hates speaking German Она ненавидит говорить по-немецки Do you enjoy watching films in English? Вы получаете удовольствие от просмотра фильмов на английском? Stop speaking Russian at the English lesson Перестаньте говорить по-русски на уроке английского языка Очень важно различать две структуры I like – мне нравится И I would like – мне бы хотелось В первом случае после like мы используем in-форму А во втором случае Инфинитив с частицей to Убедимся в этом I like having muesli for breakfast Мне нравится есть мюсли на завтрак I would like to travel around the world Мне бы хотелось совершить кругосветное путешествие К сожалению, нет четких правил После каких глаголов нужно ставить инфинитив с частицей to А после каких – герундий Кроме того, в американском английском После глагола like – love используется инфинитив с частицей to Например, I like to speak American English А не I like speaking British English Не отчаивайтесь Правильность придет с опытом А пока надо запомнить одно общее правило Два основных глагола не стоят друг за другом непосредственно Либо между ними вставляется частица to I want to speak English А не I want speak English Либо второй глагол используется с окончанием ing I like speaking English А не I like speak English Ну а теперь третий случай Это использование инфинитива с частицей to После прилагательных И ing формы после предлогов Рассмотрим примеры I am glad to see you Я рад видеть вас It is nice to speak to you Приятно говорить с вами It is not difficult to speak English Нетрудно говорить по-английски It is important to understand the rules Важно понимать эти правила It is hard to remember all the words Трудно запомнить все слова Все слова в таблице выше перед частицей to прилагательные А теперь посмотрим примеры использования ing формы После предлогов Например I can speak English without using the dictionary Я могу говорить по-английски без использования словаря He is good at speaking Italian Он хорошо говорит по-итальянски Excuse me for interrupting you Простите, что перебиваю вас I am sorry for being late Простите, что опоздал You can improve your English by doing exercises regularly Вы можете улучшить свой английский, выполняя упражнения регулярно Четвертый случай Это использование to с инфинитивом в качестве предаточного предложения цели А ing формы в качестве подлежащего Рассмотрим примеры I learn Italian to travel in Italy with pleasure Я изучаю итальянский, чтобы путешествовать по Италии с удовольствием Why did you go to the shop? To buy some food Почему вы пошли в магазин? Чтобы купить еды Learning foreign languages is good for your memory Изучение иностранных языков хорошо для вашей памяти Learning foreign languages – это подлежащее предложение Practicing English every day is the way to perfection Занятие английским каждый день – это путь к совершенству Ing форму функции подлежащего можно заменить на инфинитив с частицей to Поэтому два последних примера могут звучать и следующим образом To learn foreign languages is good for your memory Изучать иностранные языки хорошо для вашей памяти To practice English every day is the way to perfection Заниматься английским каждый день – это путь к совершенству Теперь посмотрим важный случай использования этих конструкций Когда глагол и отглагольная форма Инфинитив, инк форма, past participle Разделены дополнением глагола Прежде чем приступить к рассмотрению примеров использования этих форм Введем объектную форму личных местоимений Используемую в качестве косвенного дополнения глагола И соответствующую дательному падежу в русском языке Для существительных это не актуально Поскольку их форма не зависит от функции существительного предложения Существительное в качестве любого члена предложение сохраняет свою форму Чего нельзя сказать о местоимении Убедимся в этом Итак, местоимение Подлежащее I – я Дополнение Me – мне Подлежащее We – мы Дополнение Us – нам You – ты Дополнение You – тебе You – вы Дополнение You – вам He – он Him – ему She – она Her – ей It – он, она, оно, неодушевленные It – ей, ему They – они, одушевленные и неодушевленные Them – им Рассмотрим несколько примеров употребления инфинитива с частицей to после дополнения глагола Например I asked them to speak English Я попросил их говорить по-английски The teacher told the students to do homework Учитель велел ученикам делать домашнее задание Do you want me to do it? Ты хочешь, чтобы я сделал это? She wants him to write to her Она хочет, чтобы он написал ей The company has offered their customers to deliver the goods Компания предложила своим покупателям доставить товары Думаю, что особых трудностей эта конструкция не вызовет Как при речи, так и при двухстороннем переводе Главное, не забывайте ставить местоимение в объектную форму и частицу to перед инфинитивом Просто? Не правда ли? Тем не менее, как всегда в английском есть два глагола, после которых инфинитив используется без своей характерной частицы Это глаголы let – позволять, разрешать и make – в значении заставлять Рассмотрим сначала примеры с глаголом let со всеми формами объектных местоимений Let me go out – разрешите мне выйти Let us go home – разрешите нам пойти домой Или сокращенно let's go home – пойдем домой Let us speak English – давайте говорить по-английски, сокращенно Let's speak English Let him do it – разрешите ему сделать это, пусть он сделает это Let it be – пусть это будет, название знаменитой песни группы The Beatles И let them sing – пусть они поют Теперь примеры с глаголом make в значении заставлять Я иногда заставляю своих внуков говорить со мной по-английски дома The teacher made his students tell the truth Учитель заставил своих учеников сказать правду I will make them understand me correctly Я заставлю их понять меня правильно Переходим к анализу подобных конструкций с инк формой I saw him crossing the street Я увидел его переходящим улицу Или я увидел, как он переходил улицу I like students speaking English – мне нравятся студенты, говорящие по-английски I love my wife being happy – я люблю, когда моя жена счастлива I enjoy my family being together – я получаю удовольствие, когда моя семья вместе Do you hate people telling lies? Вы не любите, когда люди говорят неправду? Или вы ненавидите людей, говорящих ложь? И, наконец, рассмотрю одну очень полезную структуру с past participle Чтобы понять, чем она полезна, попробуйте перевести такую фразу, используя приведенные ниже слова Cut – резать стричь Hair – волосы Hair dresses – парикмахерская Переведите предложение Я стригу волосы парикмахерской Если вы не перевели и ждете пояснений Вы – клиент или парикмахер То есть, стрижете вы или вас стригут То, значит, вы знаете эту конструкцию Или просто человек, тонко чувствующий оттенки смысла Правильно, именно это нужно уточнить Вы – субъект или объект процесса стрижки От ответа на этот вопрос зависит, будет ли использоваться сам глагол Cut – present simple То есть, вы парикмахер и сами стрижете волосы клиентов Либо будет использоваться конструкция с глаголом Have и past participle Неправильного глагола cut В случае этого глагола неправильность состоит в том, что все три формы совпадают Cut – cut – cut Если бы все английские глаголы были такими Насколько проще было бы разговаривать, не так ли? Но мы с вами не ищем легких путей Мы хотим научиться говорить, используя нормативную грамматику Поэтому должны постоянно повторять таблицу неправильных глаголов Пока она не станет проще таблицы умножения И наш разговор будет естественным и правильным Итак, сравните I have my hair cut at the hairdressers Я стригу свои волосы в парикмахерской Я – клиент И I cut hair at the hairdressers Я стригу волосы в парикмахерской Я – парикмахер Еще несколько примеров употребления этой конструкции He had his hair repaired Он починил машину В автосервисе He repaired his car Он починил машину Сам They will have their flat cleaned Им помоют квартиру Уборщики They will clean their flat Они помоют квартиру сами Ну а теперь проверим Как вы запомнили рассмотренный материал Несколько предложений для перевода с русского на английский Все предложения содержат конструкции с инфинитивом, инк формой и past participle Поехали! Let's go! Первое предложение Мне нравится говорить по-английски Переведите Проверьте I like speaking English Следующее предложение Мне бы хотелось говорить по-французски Переведите Проверьте Проверьте I would like to speak French Или сокращенно I'd like to speak French Следующее предложение Я хочу поехать на море Переведите Проверьте I want to go to the sea Следующее предложение Я должен работать Переведите Проверьте I have to work Или Другой вариант I must work Следующее предложение Я не должен вставать рано в субботу Переведите Проверьте I don't have to get up early on Saturday Следующее предложение Вы можете говорить по-английски Переведите Проверьте Проверьте You can speak English Следующее предложение Вы будете говорить по-английски? Переведите Проверьте You will speak English Следующее предложение Перестаньте говорить на уроке по-русски Начните говорить по-английски Переведите Переведите Проверьте Проверьте Stop speaking Russian at the lesson Start speaking English Следующее предложение Не разговаривая по-английски Вы не найдете хорошую работу за границей Переведите Проверьте It is not difficult to speak English if you do it regularly Последнее предложение Важно читать книги по грамматике, чтобы знать английский хорошо Переведите Проверьте It is important to read grammar books to know English well В завершении урока, как обычно, разберем короткий рассказ на английском Обращайте внимание на употребление от глагольных форм, инфинитива, действительного и страдательного причастия, то есть ing-формы и past participle Начнем Let's start В этом абзаце вы увидите три структуры, рассмотренные нами на этом уроке He went to the market to sell the grapes Инфинитив цели С какой целью поехал на рынок? Он поехал на рынок. Зачем? Продавать виноград Traveling in hot weather is difficult Ing-форма функции подлежащего Что трудно? Путешествовать в жаркую погоду трудно И He decided to rest Инфинитив после глагола decide Он решил отдохнуть Итак, первый абзац One man put two baskets of grapes on his donkey and went to the market to sell the grapes Один человек поставил две корзины винограда на своего осла и поехал на рынок продавать виноград The day was very hot Traveling in hot weather is very difficult So at midday he decided to have a rest in the shade of some trees День был очень жарким Путешествовать в жаркую погоду очень трудно Поэтому в полдень он решил отдохнуть в тени деревьев Теперь перейдем к чтению и переводу следующего абзаца Но сначала разберем те конструкции, которые в этом абзаце присутствуют Например He saw other people having a rest Глагол объект инкформа Он увидел, что другие люди отдыхали там Sleeping was not the goal Инкформа в качестве подлежащего Сон не был его целью He began putting the grapes Использование инкформы после глагола begin Он начал перекладывать виноград Итак, следующий абзац He saw other people having a rest there Some of them were sleeping Others were going to sleep Он увидел, что другие люди отдыхали там Некоторые из них спали, другие собирались спать Но сон не был целью нашего героя Он ждал, пока последний человек заснет После чего он встал и начал перекладывать виноград из корзин других людей в свою корзину Следующий абзац В следующем абзаце используется только одна конструкция, которую мы отрабатывали на этом уроке А именно He saw our hero stealing grapes Глагол объект инкформа Он увидел, что наш герой ворует виноград Перейдем к переводу последнего абзаца Suddenly, one man woke up and saw our hero stealing grapes Вдруг один человек проснулся и увидел, что наш герой ворует виноград He said angrily, what are you doing? Он сказал сердито, что ты делаешь? Our hero was not afraid and answered calmly Oh, don't worry, I'm half mad, so I sometimes do strange things Наш герой не испугался и ответил спокойно О, не беспокойся, я полусумасшедший, поэтому иногда делаю странные вещи But the second man was not satisfied with this answer and asked again But why do you not sometimes take the grapes from your basket and put them into other men's baskets? Но второй человек не был удовлетворен этим ответом и спросил снова Но почему ты иногда не берешь виноград из своей корзины и не кладешь корзины других людей? Попробуйте догадаться, что ответил наш герой Догадались? Проверьте Переведите Проверьте Наш герой ответил Ты меня не понял Я сказал, что я полусумасшедший Я не сказал, что я совсем без ума Для практики речи ответьте по-английски на мои вопросы к этому тексту Вопрос первый What did one man put on his donkey one day? Ответьте по-английски Проверьте He put two baskets of grapes Следующий вопрос Where did he go? Ответьте по-английски Проверьте He went to the market Следующий вопрос Why did he go to the market? Ответьте Ответьте по-английски Проверьте To sell the grapes Следующий вопрос Was travelling in hot weather easy or difficult? Ответьте по-английски Проверьте It was difficult It was difficult It was difficult Следующий вопрос What did he decide to do? Ответьте по-английски Проверьте 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 He answered You didn't understand me I said I was half mad Not quite mad Ответили? Нетрудно? Теперь можно и пересказать текст, используя русский текст в качестве подсказки. Начнем, как обычно, с повторения ключевых слов и фраз. Первый абзац. Put, put, put. Поставить, поставил, поставленный. A basket of grapes. Корзина винограда. A donkey. Осел. Go, went, gone. Идти, шел, шедший. To the market. На рынок. Traveling. Путешествие. Difficult. Трудный. Decide to rest. Решить отдохнуть. In the shade of some trees. Тени деревья. Теперь перескажите такой текст. Один человек поставил две корзины винограда на своего осла и поехал на рынок продавать виноград. Проверьте. One man put two baskets of grapes on his donkey and went to the market to sell the grapes. Следующий абзац. День был очень жарким. Путешествовать в жаркую погоду очень трудно. Поэтому в полдень он решил отдохнуть в тени деревьев. Перескажите. Проверьте. The day was very hot. Traveling in hot weather is very difficult. So, he decided to rest in the shade of the trees in the midday. Следующий абзац. Основные слова для этого абзаца. See, saw, seen. Увидеть, увидел, увидевший. See other people resting. Увидеть, что другие люди отдыхают. Sleep, slept, slept. Спать, спал, спавший. Fall, fell, fallen. Упасть, упал, упавший. Fall asleep. Засыпать. Get up, got up, got up. Вставать, встал, вставший. Begin, begin, began. Начинать, начал, начавший. Он увидел, что другие люди отдыхали там. Некоторые из них спали, другие собирались спать. Перескажите. Проверьте. He saw other people having a rest there. Some of them were sleeping, others were going to sleep. Но сон не был целью нашего героя. Он ждал, пока последний человек заснет. После чего он встал и начал перекладывать виноград из корзин других людей в свою корзину. Перескажите. Проверьте. Проверьте. Другие слова. Suddenly. Неожиданно вдруг. Wake up, woke up, woken up. Просыпаться, проснулся, проснувшийся. Steal, stole, stolen. Воровать, воровал, воровавший. Our hero. Наш герой. Angrily. Сердито. Calmly. Спокойно. Don't worry. Не беспокойся. Half mad. Полусумасшедший. Satisfied. 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 Удовлетворяет, удовлетворил, удовлетворен. Вдруг один человек проснулся и увидел, что наш герой ворует виноград. Перескажите. Проверьте. Suddenly. One man woke up and saw that our hero was stealing the grapes. Он сказал сердито, что ты делаешь? Наш герой не испугался и ответил спокойно. О, не беспокойся, я полусумасшедший, поэтому иногда делаю странные вещи. Перескажите. Проверьте. He said angrily. What are you doing? Our hero was not afraid and answered calmly. Oh, don't worry, I'm half mad, so I sometimes do strange things. Но спрашивающий не был удовлетворен этим ответом и спросил снова. Но почему ты иногда не берешь виноград из своей корзины и не кладешь в корзины других людей? Перескажите. 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 Проверьте. Вот и все, что я хотел сказать о двух странных понятиях – инфинитиве и герундии. Надеюсь, что теперь они не так странны, и вы лучше понимаете, как ими пользоваться. Пообщайтесь с друзьями на английском, используя инфинитив и герундий. Успехов! Good luck!